Амбулатория площадью 900 квадратных метров в новом городке – первый объект, который посетил глава района. Подрядная организация обещала завершить ремонт до начала декабря этого года. Но внешний вид и состояние медицинского учреждения говорят об обратном. Реконструкция кровли, замена окон, благоустройство прилегающей территории – это только малая часть работ, которые требует объект. Месяц назад приезжали, видно было, что подрядчик заваливается. Сегодня отфиксировали, что он окончательно завалился, и коллеги из Минздрава приняли решение менять подрядчик. Раз замечание, два, три, десять, письма пишут, а в итоге ничего. Даже второй раз сюда приезжаем, директор так и не появится. На одно наше приглашение не откликнулся. Будет направлено претензионное письмо, оно уже направлено, и соответственно следующее будет расторжение в одностороннем порядке. В течение 10 дней будет определен подрядчик, соответственно он будет выходить на работу, и работы будут закончены в конец января, начало февраля. Ориентироваться будем на этот срок. Как только реконструкция будет полностью завершена, то учреждение приобретет статус поликлиники с детским отделением и дневным стационаром. Подстанция скорой помощи в Никольской больнице и поликлиника в Кубинке – два объекта, открытие которых местные жители ждут с нетерпением. Саша Сергеевна обещали приехать и разрезать ленточку, потом открыть подстанцию, которая очень нужна этой территории. Разбросаны наши поселения и Никольская, и Кубинка, и Захаровская. Все они нуждаются в быстром реагировании. Конечно, скорой помощи из Одинцова не успеет доехать в положенный срок. Поэтому станция очень актуальна. Сегодня здесь ведутся ремонтные и строительные работы согласно графику. Глава района отметил серьезную положительную динамику и добросовестное отношение подрядчика к своим обязательствам. Дальше мы заехали в Кубинку, посмотрели на ремонтную работу в поликлинике. Большое помещение на первом этаже жилого дома. Был сам директор, в отличие от других строительных площадок. Четко, ответственно отвечал на вопросы и давал определенные гарантии за заверение. Мы со своей стороны будем также помогать во всем, где будут сложности. Оба медицинских объекта полностью будут готовы в конце этого года. Педиатрическое отделение Одинцовской центральной районной больницы – еще одно учреждение, ход работ в котором районные власти держат на контроле. Здание расположено во втором микрорайоне города Одинцова, в доме номер 6 по бульвару Любы Новоселовой. Сотрудники медицинского учреждения в ходе осмотра здания сообщили о своем недовольстве к качествам выполненных работ. Тяжелая ситуация здесь, где мы с вами сейчас находимся. Это наша детская больница на улице Любы Новоселовой. Нас здесь не устраивают ни сроки, ни качество, ни реакция подрядчика. Наши замечания на то, что говорят медики здесь каждый день, когда просят исправить тот или иной брак. В районе у нас есть те поселения, где как раз самые необходимые сейчас эти объекты. И, конечно, та строгость, внимание, которым он уделяет. Я думаю, что, в принципе, конечно, хочется, чтобы это было сделано в сроки. Но сейчас мы уже такое решение, Андрей Родич принял, самое главное, чтобы это было сделано качественно. Грубые нарушения и недоделки – такой итог осмотра Одинцовского детского отделения на сегодняшний день. В ближайшее время подрядной организации работы придется переделать. В противном случае на объект зайдет новая компания. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.